Так выглядели автомобили для перевозки заключенных или автозаки в эпоху Российской империи. В них могли перевозить до 8 человек. Они сохранились лишь на кадрах хроники. Сегодня вместимость спецмашин до 50 человек. При этом в каждой по несколько камер, включая одиночные и так называемые стаканы для особо опасных. В наше время у службы конвоирования Иркутской области автопарк и 17 автомобилей на базе моделей ГАЗ и КАМАЗ. За один год они перевозят до 50 тысяч заключенных. Вмещает 15 человек. Имеется большая камера и 5 маленьких камер. ГАЗ Валдай – одна из самых вместительных спецмашин. Здесь больше отдельных камер. Так удобнее перевозить заключенных с разным режимом. Транспорт службы конвоирования предназначен для перевозок по городу, между колониями и чаще всего до железнодорожного конвоя. Прошло уже 109 лет с тех пор, как в России появились первые автозаки для перевозки заключенных. Современные отличаются всем необходимым оснащением. Здесь есть освещение камеры, а также вентиляция. Но самое главное отличие современных автозаков от машин Российской империи в том, что здесь есть несколько мелких и одиночных камер, которые позволяют разграничить заключенных по режиму. Например, перевозить убийц отдельно от мошенников. Здесь нельзя курить и нецензурно выражаться. Заключенным даже запрещается перевозить с собой карты и литературу по служебному собаководству. Спрятать ничего не получится. Спецтранспорт с усиленной обшивкой оборудован видеокамерами и системой навигации. У каждой машины свое предназначение. Так, например, в службе есть своя скорая. Два автомобиля предназначены для перевозки больных со всем необходимым медицинским оснащением. Прокатиться же в нашей съемочной группе предложили в самом большом автозаке. Этот КАМАЗ смещает до 32 человек. Такая машина перевозит заключенных на дальние расстояния области. Чаще всего в Базой или Усть-Кут. Вместе с преступным контингентом едут 4 человека конвоя. В их работе важна специальная подготовка. Боевым пистолетом Макарова в мишень на расстоянии 25 метров. Так каждый день проходят тренировки в тире. Помимо этого, каждый конвоир должен уметь обращаться с таким оборудованием. После каждой поездки он дезинфицирует автозак. Ведь в машине могли ехать больные туберкулезом. Но, пожалуй, самая главная подготовка – психологическая. Работа сложная, выматывает эмоционально. Буянят они у нас периодически. Но мы стараемся не допускать этого. Ну и всякими возможными способами. Ну и успокаиваем, можно сказать, их. Грубят или, как говорят конвоиры, пытаются сломать. Однако это максимум, что могут себе позволить заключенные. Служба должна быть организована так, и она считает, что так организована, чтобы исключить, обезопасить гражданское население от осуженных и заключенных по стражу, изолированных от общества. Ухищрений для совершения побегов предостаточно. Но, еще раз говорю, мы должны их знать, распознавать и делать так, чтобы у осуженных не было шансов на совершение побега или других противоправных действий. Служба конвоирования в Иркутске расположилась в историческом месте памятника военной архитектуры. В свой профессиональный праздник их рабочий день ничем не отличается от обычного. Сегодня утром отсюда отправили железнодорожный караул до Хабаровска. Анастасия Москвитина, Александр Барановский. Новости сейчас.